Книга открытым оком. Тема богослужения. 23 тонн. Вопрос 3521. В последнее время батюшка вас задвигает вовсе уж на послеслужебное время с проповедью. Ему что, не хочешь, чтобы проповедь звучала в храме? Отвечает Игнат Тихон Челаткин. Не совсем так, но создается у людей именно такое вот нездоровое мнение. Он надвинулся на меня, что я каждую по полчаса говорю, а за службу две проповеди, ну и народ вроде бы уж вовсе расслабел. Им в туалет надо, домой пора, скотинку загонять приспело. И это действительно почти так. Почти, но даже может статься и совсем не так. Дело в том, что брата Сергея, набирающего текст записанных на монитофон в храме проповедей, я тут же попросил посмотреть, сколько какая проповедь звучала. Он взял 20 проповедей к ряду и оказалось, что в среднем в храме моя проповедь продолжается 21 минуту и 30 секунд. От 13 минут до 28,5 минут. Сентябрь богат праздниками, потому произнесено было в этом месяце 28 проповедей, полновесных 10 часов звучания. И это уже не полчаса. По полчаса нет и одной из 20 взят подряд проповедей. Для сравнения с проповедями Иоанна Златоуста, взятыми из нескольких его томов, получается, что проповедь Иоанна длилась в среднем 31 минуту. У него в 16 проповедях 365 тысяч знаков без пробелов. У меня в 16 проповедях, помещенных в разных томах, 254 тысячи знаков без пробелов. Если патриарх Константинопольский говорил в таком же темпе, как я, не растягивал слова, а он был моложе меня на 10 лет, то получается вот такая примерно арифметика, которую тоже, пожалуй, никто еще не проводил. Тут еще нужно сделать поправку, что у меня ведут запись на магнитофон и потому сохранены все буковки, вздохи и междометия. У Златоуста не было такой возможности и записывали от руки скорописцы-нотарии. Так что еще минуты 3-5 нужно добавить к 31 минуте. Нужно еще учесть, что на греческом языке для выражения одного и того же текста требуется букв больше в 1 и 16 раза. Для наглядного сравнения даю количество букв на греческом языке и рядом на русском языке. Евангелие от Матфея 92 096 букв и 79 138 на русском. Марка 58 136 на греческом и 49 398 на русском. Евангелие от Луки 97 793 буквы на греческом и 84 406 на русском. Послание к римлянам 35 220 и 32 919. К слову сказать, вот еще Евангелие от Луки на немецком, английском и латинском языках. И через тире коэффициент по отношению к русскому переводу. На что значит нужно умножать? Немецкий 108 290, 1 282 коэффициент. Английский 105 112, 1 245 коэффициент. Латинский 93 511, 1 107 коэффициент. Да хотя бы и полчаса была бы проповедь, это разве утомительно? Тут другой синдром. Не будь проповеди, а будь одна служба, все так и будет идти. А вот при наличии проповеди все время идет очищение. А тут еще книга одна за другой. А в них есть проповеди, и они расходятся далеко. Не знаю почему, но батюшка уже не раз попрекнул меня. Что-то вроде бы проповеди я говорю для книг. Тут он, конечно, хватил по ревности и, конечно же, не по зависти. В этом грехе я его боюсь подозревать. Я проповедую 45 лет. А в книге вошла первая моя проповедь, сказанная в июне 2004 года, 3 года назад. На Псалом 103, 7 томе, открытым оком. 41 год говорил не для книг, а если для книг сохранилось 3 года, разве это позор, упрек или ущерб какой-ликому? Или с губернатором ездит корреспондент и освещает всю его деятельность, и с президентом едут десятки разных представителей прессы, и каждое его слово готово опубликовать. Если бы разрешили им, то в этом нельзя усмотреть, что он ездил и говорил и брал с собой свиту для газетной публикации. Это же не на первом месте. 2 Тимофей 4, 2 Проповедую слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долгопотерпением и назиданием. С таким же успехом мог бы я попрекнуть батюшку, что он так ревностно вычитывал все служебные слова в храме, не видя, что уже все утомились, и снова придите поклонимся, честнейшую херувью им три святого десятки раб повторяет. И это все уже есть во всех книгах. А что в проповеди сказано будет, того еще нигде нет на белом свете. А если и будет, то впервые уже под упреком. А если батюшка все вычитывает, то и я иной раз думаю, для чего он 40 раз Господи помилуй повторяет. Это же никому не нужно, тем более Богу. Выходит, службу ведет не всю, а хотя бы все вот такие запричастные молитвы, когда три младенчика причащались, и все равно вычитывают то, что они, ни один человек уже ни к уму, ни к сердцу в этот раз приложить не может. Значит, для епископа с проглядом, что если кто донесет, то не упрекнет ее епископ в том, что он что-то сократил в служении. Это же смертный укор был бы для батюшки. Я мог бы и так подумать, но мне уже под 70 лет подпирает, и 41 год говорил не для книг. Так пусть бы хотя бы и для книг были проповеди, но ведь передо мной живые люди, передо мной, для которых я и говорю сие, не думая о награде, а помышляя больше вот о таком упреке. Иова 23. Упрек позорный для меня, выслушал я, и дух разумением его ответит за меня. Если бы только для книги, то легче всего, полнее и красивее можно было бы это сделать за столом, писать на компьютере, а я говорю без заранее написанного текста. Так что тут полнейшее алиби, что не для книги мне нужен доступ к живым людям, а для того, чтобы Слово Божие заговорило с ними. Из Икииля 2, 5-7. Никто в книгу не поместит, но если поместит, то кому это нужно будет? Боять перед епископом, ставить сеть во рту. Это есть сеть вылавливает и не пропускает нужные слова к народу. И потому проповедь получается мертвая и бесталанная, не пробуждающая, не нужная. Я же ничем не связан, у меня нет цензора, и во всех книгах никто не совершил ни одной поправки, кроме Бога и моей совести. Если завтра прекращу выпуск книг, а проповеди-то все равно будут, тогда будут новые обвинения. Так было и со всеми, кто делал дело Божие. Иеремия 29. И подумал я, не буду я поминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Стихотворение. Стихотворение. Пусть никогда до донышка не будет пусто, а прибыль есть, проценты до небес, учтенно, сколь охотно уделяли. Кто к нам за стол успел уже присесть, хотя дотациями мы и не атланты. Хлопочет, бьются, добывая прибыль, но тешить скоро приходящее смешно, сквозь пальцы утекающего рыбой, не в своей дырявой, а в чужой мешок. Кто вовремя сподобился возлечь, со странником бездетным Авраамом. К тому и дети из родома встречи, неважно вечером или в потемках рано. Не потеряется в зловещей кутерьме. И самая ничтожная копейка, наш путь до Господа становится прямее. Быть спонсором нужды успеть бы. Не только средствами, молитвой и лаской, дано обогревать застывших в злобе. И аленький цветок, такой прекрасный, взойдет, и недругов он в силе покоробить. Обещана нам прибыль так легко, ее добыть устроив ужин нищим. Христа увидев, в нас совсем слепой. Наш чек на подпись долгожданно ищут. 2007 год. Игнатий Тихонович Лапкин.